привет друзья для своего основного лазерного станка акмар p2 заказал вот такой комплект для увеличения рабочего поля печати сейчас у моего станка 42 на 40 сантиметров и после установки вот этого комплекта у меня уже будет 42 на 80 сантиметров комплект пришел вот такой от коробки отлично все упаковано нас встречает инструкция шланг по ходу для подачи воздуха странно что в комплекте идет два шланга вот точно такой же установлен на p2 шланг достаточно жесткий и наверное как альтернативу они положили вот такой шланг потом при установке посмотрим какой будет шланг лучше также в комплекте идут все необходимые провода идет комплект для установки отверточки стяжки и вот такой вот ремень две штуки их тут на каждую ось так но и остались сами оси это у нас будет замена осей y также установлены рельсовые направляющие ну собственно я поэтому использую п2 в качестве своего основного гравера из-за того что у него на всех осях установлены рельсовые направляющие рельсы направляющие то надежнее это их легче обслуживать они долговечные но в общем рельсы . вот посмотрите на толщину металла вверху у нас получается 5 миллиметров снизу 32 миллиметра направляющую достаточно такие увесистые то есть я уверен что провисаний никаких тут не будет вот ну после установки еще дополнительно это проверим меняем ось y ось x остается прежней на но и надо будет снять с этого крепежа и просто переустановить сюда вот ну давайте наверное приступим к разборке и и и и и ну что вот такой здоровяк у меня получился на самом деле процесс сборки оказался не такой сложный как я себе планировал достаточно много времени у меня ушло на укладку проводов чтобы это все как-то привести в более-менее подобаемый вид вот уложил провода натянул ремни проверил чтобы все ходило легко и просто без каких-либо заеданий вот теперь по сборке посмотрите насколько длинная у нас вот это вот боковая направляющая около метра наверное она будет и она крепится вот по углам у нас буквально на три маленьких винтика винты наверное м4 то есть вот один и тут еще два с этого угла будет лучше видно посмотрите насколько они еле-еле выступают то есть ну блин такая большая конструкция есть вероятность того что при переноске если вы где-нибудь подняли этот корпус начинаете его переносить передвигать да можете нарушить геометрию корпуса и все у вас будут достаточно серьезные проблемы вот поэтому наверное попозже я рассверлил вот здесь отверстие и переделал вот эти маленькие винты на м6 либо может быть на м8 плюс добавлю контргайки чтобы корпус был монолитным можно так сказать провисание я никакого не заметил то есть профили эти достаточно прочные пока что я сделал себе вот такое основание из usb плиты да это получается метр двадцать на шестьдесят сантиметров у меня еще осталось местечко под компрессор тут даже можно как-то ноутбук приспособить я взял usb плиту вот этот винт которым крепилась ножка я его удлинил получается просверлил на сквозь usb плиту и закрутил через эту ножку корпус то есть корпус у меня сейчас достаточно жестко зафиксирован по отношению к этой usb плите также сделал ручку для переноски габариты его позволяют разместить его на заднее сидение то есть я вывозил его на дачу с нижней стороны я сделал еще откручивающиеся ножки то есть его можно использовать либо просто как поверхность либо в принципе прикрутить ножки у вас будет вот такой переносной столик немножко переделал систему подачи воздуха заменил штатный компрессор 25 литров поставил чуть мощнее на 30 литров добавил сюда диммер диммер нам позволяет либо регулировать подачу воздуха вот либо и в принципе отключить вот при гравировке его можно включить на пассивный отдув линза будет немножко обдуваться будет оставаться намного дольше чище и прослужит вам подольше также заменил сопло вот это было штатное сопло а вот это от скалпфан sf a9 это сопло мне понравилось много больше во первых его намного проще снимать этот же надо раскручивать отсоединять фитинг выкручивать этот шестигранничек вот тут мне пришлось немножко его подпилить и вот у меня сейчас откручиваю один шестигранник и легко снимается сопло плюс кстати интересно я зашел сейчас на сайт производителя посмотреть вот этот модуль мне кажется я пошел в правильном направлении потому что они даже сами новые модули у них видно какой-то прошла модернизация точно так же они сделали вырезку и вот похожие сопла они начали вставлять это сопло оно намного более чистое плюс посмотрите насколько у него трубка для подачи воздуха на фактически в два раза больше чем у этой минуты спокойно входит и покажу вам этот столик который я вырезал планировалось это как столик пчела кофейный такой маленький прикроватный столик у него раскрываются крылья я задумал что это будет столик пчела кто-то мне написал что это столик жук кто-то сказал столик муха а кто-то в нем увидел синич из гарри поттера вот но видите сколько людей столько и мнений увеличенное рабочее поле позволило мне сюда поместить мебельный щит 800 на 400 миллиметров вот но это фактически его полностью рабочее поле макет столика я нарисовал в лайтберн материал использовал мебельный щит из березы но наверно надо было взять другой материал может быть сосна или ольха недостаточно легко гравируется вырезаются я же взял березу со мной лучшие угли у нас еще получается правильно из березы вот и вот посмотрите у меня было получается невысокая скорость на достаточно высокая мощность и ближе к середине у меня еще плюс работал компрессор вот из-за медленной скорости и компрессор начал раздувать угольки и тут получались такие небольшие вспышки огня я остановил работу немножко перенастроил получается я увеличил количество проходов увеличил скорость проходов но мощность осталась та же и дальше он у меня уже стал достаточно легко и неплохо вырезать вот если не видели этот ролик про этот столик вот здесь вот будет ссылочка можете перейти посмотреть столик классный ролик классный всем советую ну что друзья вот такой рассказ у меня получился лазер значительно увеличился в габаритах и теперь ему уже точно требуется полноценное стационарное место скорее всего он у меня уедет на дачу кстати шикарное хобби для дачи вынесли его на улицу дым никому не мешает шума от него практически нет занимайся там программу загрузил сам пошел там рядышком на грядке что-то делаешь только периодически приходи и проверяй как идет процесс кстати мы с вами недавно разыгрывали гравер этой фирмы у них сейчас проходит новая акция третья годовщина фирмы они подготовили к выпуску новый лазерный гравер акмар p3 там готовится что-то очень интересное они каким-то образом умудрились вместить в один корпус вот такой вот синий диодный лазер и его такой инфракрасный лазер это будет все вместе в одном корпусе я такого честно говоря не видел подготовили какое-то большое поле печати что можно будет закладывать заготовки до 4 метров она там как-то автоматически будет подаваться вот и сейчас получается у них идет новая акция поучаствовать достаточно легко заходите в регистрируетесь в их официальной группе на фейсбуке разыгрываются три приза будет маленький приз это будет самый гравер первого уровня на такой как мы с вами разыгрывали потом будет p1 и главный приз акмар p2 чтобы поучаствовать вам надо зайти подписаться на группу репостнуть статью у себя тогда вы будете участвовать в розыгрыше маленького гравера а если вы увлекаетесь каким-то лазерным творчеством у вас уже там есть какие-то свои работы вы можете в группу запустить фотографию либо видео и тогда вы будете еще участвовать в розыгрыше акмар p1 и p2 вот ссылку я оставлю в описании под видео ну там вы перейдете почитайте там есть еще небольшие условия какие хэштеги надо проставить ну я думаю вы разберете вот но на этом буду с вами прощаться надеюсь кому-то видео это было полезно интересно но с вами увидимся в новых роликах всем спасибо всем пока